всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который до последнего не могу определиться будет ли это одна позиция или две когда вы будете смотреть это в записи вы уже поймете вот то есть если будет на одну позицию в описании напишу что это расклад на одну позицию если бы две то я выставлю тайм-коды почему я еще не уверена это связано с тем что расклад сегодня будет глубокий опять-таки на много вопросов я хочу покопаться поразобраться поэтому сказать что будет на одну позицию не смотрите кто не любит я не знаю либо на 2 все будет зависеть от количества энергии все-таки склоняюсь к тому что все-таки это будет расклад на одну позицию но кто знает может быть я вытяну и на 2 не знаю тема взятая из одного диалога с татьяной по поводу прошлых воплощений с чем мы пришли в это воплощение касательно профессиональной сферы я обещала в прошлом раскладе вам рассказать немножечко вступление по поводу наших даров и способностей насколько мне показывает мои прошлые воплощения я всегда говорю только за себя и говорю информацию взятую из моей жизни и это всегда является одним из камней приготовления по поводу либо когда мы выбираем какие-то темы либо какие-то убеждения которые крутятся вокруг меня до которыми как правило оперируют большинство количества людей но у меня как говорится на все есть свое мнение вот и где-то она схожа с общим мнением где-то она идет в разрез вот когда она идет разрез тогда я опираюсь больше на свое собственное мнение и мне не важно насколько она управлена или нет она моё вот я нам не близко и опирается на какие-то мои личные соображения так вот из этой категории моих личных соображений что касается талантов и способностей да когда мы говорим моя душа мой путь на земле и в нескольких воплощениях те которые мне удалось посмотреть большинстве своем я занималась одним и тем же делом но в ходе эволюции она немножечко видоизменялось то есть как раньше в древнем египте я занималась знаниями увлекалась всегда мистическими какими-то знаниями так также например даже когда была фанатом религиозным будь то христианство и с таким же фанатизмом это был ислам но в любом из воплощений основным моментом была как мы сейчас любим называть тема эзотерики независимо насколько это далеко в прошлое по времени было и из воплощения воплощения мои навыки нарабатывались мои навыки где-то можно было сказать допустим что это способности у меня было воплощение когда я родилась в кавычках психически нездоровым мужчиной с паранормальными способностями как принято называть сейчас ясновидение вот и на мне проводились эксперименты и вот эти вот способности из воплощения воплощения иногда осознанно иногда не осознанно они совершенствовались и поэтому сказать что допустим вот следующем своем каком-то воплощение я буду великим музыкантом там скрипачом либо я не знаю художником это маловероятно не исключено но маловероятно потому что из воплощения воплощение знаете что происходит у нас есть определенные качества которые мы должны наработать и как правило это качество достаточно схожие между собой они не разнятся кардинально и поэтому в проживая каждое наше воплощение наша задача задача души проживать тот или иной опыт не оценивая его как позитивные либо как негативный а просто его проживать и вследствие того как мы реагируем на ту или иную ситуацию той или нового человека до начинает срабатывать закон кармы то есть то что мы 7 да и наше отношение к ситуации это есть в последующем следствие что мы будем получать поэтому в контексте данного расклада что мы будем рассматривать это с какими навыками вы уже пришли в это воплощение еще расскажу эти навыки знаете вот это как раз и для понимания многим из вас когда кто-то начинает например увлекаться музыкой и у него есть какой-то кумир да вот и я на него равняюсь я хочу быть на него похожим но я понимаю что у меня нету таланта вот ну допустим мне нравится как инструмент скрипка к примеру и я понимаю что если если бы я ее изучала я бы изучала для себя чисто любительский и когда я посмотрела ну я не знаю даже ролик паганини да как он прекрасно владел этим инструментом я понимаю что я таким таким музыкантом стать не могу во первом потому что я не захочу внутренне у меня не будет такого посыла потому что у меня в прошлом не было такого опыта играть на данном инструменте и здесь когда вы начинаете сравнивать себя ну например начинаете увлекаться таро да и говорите себе вот почему я не могу делать расклад вот например там я не знаю как и лень как еще кто-то да вам нужно понимать что вам не нужно быть похожим на кого-то если у вас есть эта способность и она заложена уже в прошлое воплощение вы так или иначе как-то сталкивались с данной тематикой она у вас выйдет вы не будете знаете как похожим на кого-то вы будете только похожим на себя вы сможете оттачивать только свое мастерство и поэтому когда задаемся вопросом почему я не могу быть миллионером да к примеру а у вас был такой навык у вас был такой опыт здесь возникает вопрос один и простой если вы это хотите значит вы осознанно должны нарабатывать качество которое будет соответствовать качеством и навыкам имения большой суммы денег если вы не будете вырабатывать эти качества велика вероятность что если у вас нету такого опыта в прошлом воплощение вы богатым человеком не станете с другой стороны если у вас уже наработано это качество да иногда его даже называют даром из прошлых воплощений то в этом воплощении вы как правило можете ничего даже не делать такого особенного да а у вас это будет получаться потому что это как езда на велосипеде один раз научился все это никогда не забудешь да может пройти там 30 не не знаю сколько лет ты сядешь на велосипед и ты поедешь вот это примерно то же самое поэтому когда меня спрашивают о дарах каких-то способностях имейте ввиду что если они вас интересуют то велика вероятность что прошлых воплощениях она у вас уже было это вот по поводу дара даже пример вы можете видеть да например юных детей которые ну вот прекрасно поют да на конкурсах талантов да мы например видим какой замечательный голос до человек под родился с этим даром в прошлом воплощении это у него было и это дар это не обязательно музыка какой-то там танцы художество это может быть я не знаю как это называется конструирование до создание чего-то может быть увлечение например ребенку нравится огонь пожар велика вероятность что может быть когда-то он уже работал пожарником у него есть этот опыт на поэтому у нас есть всегда два пути один либо мы идем по накатанной и нас жизнь выводит туда куда мы должны выйти но это вот прям самые как бы так сказать тот минимум наших возможностей и второй вариант это когда вы осознанно решаете что-то делать и вы прикладываете к этому усилия и тогда это второй путь вашего развития он тогда может быть на максимум то есть либо вы как маленький ребенок неосознанный и вас будут вести туда куда нужно вести либо вы становитесь взрослым человеком и сами идете туда куда вы хотите это вот по поводу дары и способности поэтому может быть кого-то это и успокоит меня это в свое время успокоил что зачем не быть похожим на кого-то да то есть все что есть у меня она будет и нужно просто понять что есть во мне а это вы понимаете еще с очень раннего детства это опять-таки в тему для меня слово которое она меня уже начинает иногда бесить это вот предназначение какое предназначение человека и и так далее если мы говорим в контексте профессии то нужно просто проанализировать что вам нравилось в детстве чем вы любили заниматься в детстве вы не сможете прыгнуть и выше тех как бы сказать выше себя вы не сможете прыгнуть если вам в детстве нравилось например то чем занималась я в детстве а это было всегда рисование и б это всегда было учительство это была моя любимая игра всегда с указкой всегда с доской мелками что-то рисовать кому-то объяснять и как бы я не убегала и вы это видите от учительства от передачи информации я постоянно от этого убегаю то есть знаете такое ощущение что я уже себя проверяю а действительно меня вернут или нет и меня всегда возвращает в этом направлении как бы я от этого не отказывалась вот в этом направлении меня всегда буду ввести как проводника человек который передает информацию для кого-то это может называться учительство для кого-то это может называться наставничество не вот я это называю как проводника информации и меня не потянет хирурги меня не потянет там я не знаю в медицину либо например войти как там занимать занятиями компьютерами либо как-то вот брокерство либо все что связано с финансами и так далее не тянет это не мое то есть я выше себя прыгать могу я могу себя заставить но это будет очень насильственно с другой стороны то что иногда меня спрашивают как у вас это получается это было наработано из воплощения воплощение это не сегодняшнее то есть то что вы видите большинство моих навыков и способностей это перенесено из прошлого воплощения в это поэтому обращайте свое внимание на детство что вы любили делать в детстве что вам нравилось я никогда не забуду прям очень с очень раннего возраста мне всегда маме говорили твой ребенок под прям развит не по годам прям слишком умные мне всегда нравилось быть в кругу взрослых людей меня всегда гоняли оттуда не потому что мне нравилось сплетни или еще что-то мне нравилось наблюдать как они думают как они мыслят моя самая любимая сверхспособность о которой я всегда мечтала с детства это читать мысли других людей не представить и не 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 ясновидие не предсказывает будущее там не летать не проходить сквозь стены а именно читать мысли я не знаю и и и в принципе вот если я смотрю на свои прошлые воплощения чем я занималась то есть как минимум у меня было минимум у меня было пять магических воплощений когда я занималась магии в том числе и черной магии ясновидением какими-то предсказательными способностями вуду и в этом направлении я двигаюсь в этом и велика вероятно что и следующем воплощение да нечто аналогичное я буду делать насколько это вот можно будет изменить или нет изменить можно всегда все можно изменить если ты это делаешь осознанно то есть по собственному желанию прикладывая труд понимает для чего тебе это надо и не уходя со своего пути вот вот такое вот сегодня у меня было вступление важно было это рассказать ну давайте посмотрим значит 15 вопросов как минимум я вижу здесь мы будем разбираться вопросе путешествия из прошлого ваша профессия тогда и сейчас это в продолжение прошлой тематики почему я не могу найти себя и вот давайте посмотрим с чем же вы родились какими способностями опять-таки это один вариант сложно здесь будет вот прям чтобы он всем на сто процентов подходил на не забывайте что расклады это в принципе некая демо версия того что если вы хотите определиться если у вас стоит такой вопрос welcome на личную на индивидуальную консультацию с конкретным вопросом то есть придете скажет вот я хочу вот этот расклад сделай под меня и я под вас его сделаю там точно будете понимать что и как а все остальное это вот некий такой вектор просто развитие где возможно вы услышите какую-то информацию для себя итак первый вопрос начинаем с вашего прошлого прошлого опять камеру так поставила что я не вижу время сколько там у меня по времени секундочку фон увижу хорошо так ваше прошлое я давайте я попробую описать когда игру прошлое я это один из вариантов вашего прошлого воплощения она у вас было не одно поэтому один из вариантов кем вы были в прошлом давайте я был уже несколько карт несколько характеров мы посмотрим так чтобы было сразу карта прошлого выходит высший суд вы были не не случайным таким человеком могу сказать мудрым человеком могу сказать человеком который смотрел на жизнь так достаточно глубоко сферично возможно человек здесь не с какими-то способностями такими особенными да а здесь скорее всего в голове мудрость присутствовала до очень много житейского какого-то опыта было ну и выходит император два великих таких мощных аркана да то есть как минимум ваших руках была власть какого порядка я сказать не смогу но здесь была власть здесь как минимум допустим как вариант вы могли быть непростым солдатам если мы говорим военным да а я не знаю как там разделяется но опять-таки кто-то вероятно и был полководцем а кто-то был тем кто военным который ведет за собой но если не армию то может быть и роту да меньшее количество людей то есть вы как правило простым вот прям простым таким бедным человеком я не вижу что вы были человеком таким достаточно суровым не здесь больше показывают мужскую энергию хотя велика вероятность что может быть и была какая-то женщина но знаете вот если женщина то почему-то мне здесь показывает больше старость то есть женщина такая уже далеко за 50-60 вот такая вот в возрасте прям но очень суровая да здесь вот может быть и была у нее семья но вот почему-то рядом с ней я не прослеживаю как-то вот больше одиночество такая знаете женщину в закаленной жизнью суровая женщина а вот а если это был мужчина то был мужчина с принципами тоже достаточно жесткий даже жестокий в некий в некой степени человек который любил отдавать приказы любил чтобы все ходили по струнке здесь вот человек которому вообще понимание чувств они достаточно чужды если мы все же говорим в контексте профессиональной сферы то здесь скорее всего больше какие-то вот организаторские способности дисциплина лидерские качества судьи могут быть да могут быть как этот общины не хозяин в общины а вот самый зрелый человек в какой-то вот общине в какой-то группе людей так еще варианты но прям выпадают великие арканы аркан смерти человек который может быть действительно что-то практиковал либо человек такой знаете который вот ощущение который не может найти себя действительно по жизни такой скиталец как их называют сейчас как пилигримовый да по моему называется вот как человек пилигрим вот он как будто быть человек невидимка то есть он себе место не мог найти да и него и не было какой-то вот такой необходимости знаете как человек изгой некий но с необычным не то чтобы необычные а вот хочется сказать какой-то суровой судьбой которая вот постоянно как-то наказывает постоянно лишает обычно такие люди которые знаете лишены всего это не бомжи но это люди которые могут лишиться семьи могут лишиться земли могут лишиться как-то вот я не знаю может быть своего дела но за дело так не переживаешь сколько вот скорее всего за семью и потом вы знаете человек который не держится ни за что и вот в этом он становится суровым вот он просто живет идет по жизни сам по себе вот какая-то здесь такая энергия присущей вот что-то я словила вот какое-то такое воплощение ладно больше погружаться в это не буду но непростой человек с непростой судьбой хорошо давайте посмотрим профессия в прошлой жизни да кем вы были в профессии но вот смотрите как вариант может быть что-то было связанное со строительством да то есть что-то вы сооружали что-то мастерили опять таки какие-то здания может быть возводили здесь было какое-то умение опять-таки если вы мужчина может быть это был как вариант кузнец вот если вот мы прям пойдем далеко да кузнец который ну вот конюшня да вот в конюшне кто-то работал это вы можете понять в этом уже сразу воплощение если вы очень любите лошадей здесь вот прям что-то такое где человек работал с металлом и вот если мы говорим о мужской энергии да то вот оружие да почему-то мне здесь присущие вот сабли молот вот что-то такое прям очень тяжелое тяжелое один из вариантов другой вариант вы могли быть например священником кто-то мог быть в монастырях кто-то здесь мог быть просто преподавателем в том числе почему-то музыки кто-то здесь но вот преподавательство да но было и здесь вот сразу если преподавать то мне показывают такой достаточно юного человека вот наоборот с такими более мягкими чертами характера такой высокий достаточно худоватый с какой-то хворью с какой-то вот что-то болезнь с легкими что-то такое кто еще по профессии здесь мог быть знаете может быть кто-то действительно и в цирке работал да как жонглер шут что-то в таком роде что еще здесь как я еще энергия давайте посмотрим так по профессии какое-то вот оплакивание оплакивание кто-то знаете вот здесь как-то это может быть связано со смертью оплакивание я не знаю как то вот может быть едины какие профессии есть но имейте ввиду что мы смотрим прошлое воплощение и там не обязательно те профессии которые есть у нас сейчас то есть это прошлое она может быть очень далеко это может там 11 12 10 век да может быть и намного ближе 17 18 но здесь вот какое-то оплакивание может быть были человеком которые возвращали долг да вот сейчас называются эти люди вот что еще здесь может быть профессии как то связано со скорби может быть кто-то занимался путешествиями плаваниями и вот все время это вот расставание она была такой достаточно болезненная ну то есть эти мы были как они называются купцами путешественниками до мореплавателями это для тех например вы можете понять почему вы любите море но здесь выходит шестерка жезлов до победитель я все-таки склоняюсь к тому что вы были каким-то образом с писаниями может быть знаете каллиграфия либо надо было что-то переписывать какие-то там может быть книги писать да по моему их назвали эти профессии потому что я все-таки вижу перо и я вижу что человек что-то пером пишет то ли письма писали а то ли вот как-то книги переписывали то ли может быть документы составляли это надо было вот все каллиграфические писать то ли надо было как-то знаете опять-таки лошадь выходит гонцами то есть новости какие-то приносить вот но больше все таки мне связано если даже эта армия да почему-то мне видно что это конная армия да это не пешеходная вот больше как-то конная армия так профессия о которой мы с вами рассматривали это было то что вы хотели либо вынужденная необходимость то есть профессию которой вы выбрали здесь смотрите здесь мне кажется больше что скорее всего вынужденная потому что вы хоть и выпадает аркан звезды у меня по ощущениям того что у вас было что-то то ли вы выбрали эту профессию для того чтобы накопить и как-то заняться тем делом которое вы хотели то ли здесь но здесь как будто могут вынужденную было потому что душу греет что-то другое душу греет какое-то другое дело душу греет и у нас выпадает иерафант душу греет вот знание знания может быть какой-то семейный бизнес хотели купить приобрести сделать а может быть как-то вот по наследству что-то получили профессию свою может быть дело надо было поддерживать какой-то отцовского какое-то ремесло здесь до семейного подряда могло быть либо здесь могло быть здесь вот это обязательство то есть это вот как будто бы вынужденное было дело а что вы хотели делать какая-то вот знаете профессия мечты с одной стороны а с другой стороны вот четко я не могу сказать что по семерке кубков здесь как будто бы человек знал чтобы он хотел делать здесь вот просто человеку нравилось мечтать в этом он находил какую-то свою одушину да здесь не было уверенности поэтому если сейчас вы как будто бы не уверены да в своей профессии вот и в том воплощении да вы тоже который мы рассматриваем сейчас по двойке пендакли тоже нету какой-то уверенности но есть какие-то сомнения а почему а потому что знаете по рыцарю мечей а здесь вот действительно вот есть какое-то влияние другого человека на на вас и она вам мешает или вы боялись какого-то наказания то ли например был период такой военных каких-то действий когда ну вот вынуждены например пойти в армию здесь вопрос не стоит что я не хочу это делать да надо идти вот здесь скорее всего профессия выбрана была через надо может быть как наказание как ссылка какая-то такое тоже может быть так разобрались да это вынуждена необходимость чего вы хотели достичь профессии той которой вы занимались чего вы хотели достичь вы хотели продвижение опять-таки вот мне больше идут какие-то военные энергии энергии то здесь у меня идет два направления одно направление это военное другое направление это вот все что связано со знаниями так или иначе и третье вот это вот может быть то что работалось руками но опять-таки силы как-то вот физические какие-то нагрузки чисто мужские чего вы хотели достичь вы хотели движение вы хотели прорыва по колесничьему если мы говорим с точки зрения духовности то вот знаний да то вы хотели достичь прям высот у вас была такая ну было понимание намерение к чему вы хотите прийти да то есть вы видели эту цель если мы говорим например военном деле то вы хотели достичь самого высокого чина если вы например там что-то было связано с лошадьми то вы хотели иметь своих например лошадей причем чтобы это были самые лучшие породы вот как-то вот разводить добыть заводчиком лошадей что еще вы хотели достичь своей профессии но туз пентаклей да он говорит о том что вы хотели финансов достичь какой-то вот знаете удачи обогащения больше здесь вот признание успеха такой знаете комфортной удобной жизни но при этом знаете вот заслуженные вот какие-то вот почести мне иду да вот признание у вас именно в профессиональном вашем деле какие навыки вам для этого понадобились тогда какие навыки король пинда король говорю как он рыцарь пиндакли рыцарь пиндакли у нас говорит о том что во первых работоспособность вам приходилось очень много работать многие даже годами могли не видеть своих семей если они были где-то вот например какие-то купцы во вне да то есть но очень долгое время путешествовали плавали потому что здесь путешествие тоже проходят вам надо было качество терпения поэтому если то есть вы можете понимать в этом воплощение сейчас это качество либо она у вас развита либо наоборот не не недостаточно раз то есть либо ли вы очень терпеливый либо вы вообще не терпеливы то есть крайности не середина а именно крайности терпение выносливость работоспособность прекрасное здоровье вот мне прекрасное здоровье я сказала у меня сразу показываются какие-то знаете вот кулачные бои гладиадорство то есть вы как вариант могли обладать прекрасным физическим здоровьем да и вот если в этом воплощении вам тоже нравится например спорт это вот отголоски оттуда еще какими качествами медлительность это тоже оттуда да то есть не торопиться не бежать вперед паровоза для того чтобы получить да знаете вот здесь вот иногда уметь выслуживаться вам это не нравилось но здесь если вы были например в каком-то из воплощения рабом то вот вы вынуждены были это качество иметь да есть такое ощущение что вот если вы были рабом опять-таки мужчина я не вижу здесь женских качеств если вы были рабом мужчины то вы были тем человеком которого вас ломали то есть ломали в контексте морально потому что физически этого были здоровым человеком да а вот морально вас ломали потому что вы не подчинялись вы вот вы родились знаете лидером есть люди которые вот чтобы с ними не произошло до их не ломают до тех до того момента пока не находишь их слабое звено и тогда они сами ломаются как правило это вот семья какая то да не случайно я говорила вот по аркану смерти что скиталец может быть так и поломали вас какие еще навыки качества вам для этого понадобились ну аркан сила что можно сказать по аркану силы сила воли то что я говорила сила воли здесь как раз таки это дисциплина и проходит умение управлять своими страхами вот здесь кого-то кого-то почему-то опять срабы пошли до здесь кого-то возможно осудили и человек здесь сидит в заточении да вот и вот эти вот страхи да то есть вынуждены уединение ограничения и здесь проходит вот это вот обдумывание да это глубина это созерцание своей жизни и здесь нужно было вот как раз таки прорабатывать свои какие-то страхи потому что когда ты находишься на едине собой да ты ну и нету собеседника ты это все обдумываешь у тебя нету другого дела чем заняться да если ты например ограничен дальше какие качества ответственности чрезмерная ответственность это вот прям очень пересекается если вы действительно были военным человеком у вас были была ответственность за большое количество людей либо ответственность здесь чем может быть связано как качество быть очень ответственным человеком из кто-то деньги держал на это были не ваши деньги это вот как будто бы чужие вы были ответственны за хранение чужих денег либо за хранение я не знаю каких-то очень важных документов в том числе и книги могут здесь вот ответственность вот вы очень ответственный человек потому что оттуда вырабатывать давайте еще парочку посмотрим какие качества колесо фортуны это тоже связано опять-таки с финансами но качество здесь перемен умение знаете адаптироваться быстро очень под обстановку для того чтобы выжить то есть вот здесь вот хочется сказать качество выживания проходит и девятка пендаклей умение знаете как-то жить одному вот девятка пендакли она всегда говорит про отдаление какое-то уединение когда человек живет ну вот как холостяк до человек который живет для себя в этом есть конечно своя доля эгоизма но с другой стороны это как человек который несет ответственность за себя возможно потому что не готов не хочет нести ответственность за других людей да то есть не видит в этом смысл какой-то вы знаете вот я как ни удивительно я не вижу каких-то семейных карт чтобы были вот какие-то качества и это может быть знаете вот сейчас если у вас есть семья вот я не знаю насколько вам легко и кем вы себя в какой роли вы видите в семье прямо такой знаете семейности теплоты и няшности здесь нету здесь вот такая достаточно холодная энергия рассудительная такая жесткая но холодная хорошо так какие навыки мы посмотрели удалось ли эти качества развить в себе если нету что препятствовало удалось ли рыцарь кубков нет мне кажется что не совсем удалось и здесь выпадает у нас шут знаете меня такое ощущение что не удалось выработать эти качества а по какой причине туз жезлов час секунду по какой причине вам не удалось выработать эти качества то ли жизнь оборвалась о чем здесь туз говорит на что-то здесь такое знаете вот как будто бы какой-то мистическое что-то произошло мистическое я имею ввиду что то такое непонятное то ли вам страхи помешали выработать некоторые из этих качества все давайте не будем говорить то ли здесь как будто бы знаете вот ваша душа вмешалась каким образом здесь вот какое-то другое вмешательство было аркан солнца солнце против луны интересно здесь мне знаете такое вот ощущение как будто бы две стороны медали то есть было вот как будто бы развивала жизнь так как она должна была идти а потом что-то так и неожиданно произошло и вообще пошло по-другому все как будто бы резко жизнь ваша изменилась вот что-то внешне и повлияло и ваша жизнь изменилась и поэтому вот в профессии эти качества которых мы говорили вы не смогли развить мне ощущение что вы пошли на перерождение вот как будто бы дать пошли на перерождение не могу здесь понять на что-то что-то такое знаете здесь почему не могу понять потому что какое-то вот ощущение некой туманности вот что такое знаете черное мне показывает вообще без без ничего вот черная какая-то дыра и она еще и в тумане плюс ко всему такое ощущение что вот эту часть мне закрыли мне не показали либо я могу интерпретировать это как смерть и человек идет на перерождение мне не показывает вот здесь здесь просто показывает какое-то состояние души что шут говорит про перерождение что луна у нас как к материнский сценарий императрица как рождение ребенка солнце тоже либо может быть с рождением вашего ребенка что-то у вас был может быть ребенок и что-то поменялось что-то изменилось но здесь вот как-то вот вмешалась ваша душа может быть какие-то мучения были какие-то страдания и вот чтобы облегчить как-то ну допустим если вы действительно были в заточении да либо вы были рабом как-то вот чтобы облегчить вот эти вот трудности сложности ну вашу жизнь как-то прервалась прервалась король кубков что-то у вас случилось с эмоциями вот эмоциональный план как-то вот он изменился ну как вариант например сошли с ума как вариант что-то с эмоциями здесь и выпадает семья и я говорю либо вот помните вначале я говорил как будто бы вы семьи решились либо наоборот кто-то в семью вступил то есть пока были например одиночкой вот вы двигались до вас были какие-то цели качества могли их отрабатывать потом как будто бы как появилась семья что-то изменилось прям кардинально изменилась вашей жизни и ваша жизнь уже по-другому пошла по-другому руслу здесь как-то повлияла семья семья дети либо вы пошли на перерождение либо вот эмоции да вот действительно как как говорится вот в горе в своем дату что ранее говорилось я как будто бы сошел с ума как вариант здесь тоже такое может быть хорошо выполнили ли вы необходимые задачи в прошлом воплощение нет нет не выполнили потому что здесь были какие-то рамки и выпадает дьявол не выполнили по своим каким-то причинам знаете вот вы я говорила вроде бы выполняли выполняли а потом что-то произошло такое и вы как будто бы хочу сейчас я вам попробую объяснить ощущение того что пока я был например один да я шел к своей цели а потом как будто бы появилась семья либо что-то появилось в моей жизни и я уже отказался от того что я хотел то чем я занимался и уже как-то вот по накатанной да то есть здесь какой-то вот ваш выбор был это например когда вы занимаетесь спортом да и вы хотите участвовать в олимпийских играх и вот с детства вас готовят к этому вот а потом вы достигаете какого-то ну я не знаю получили эту золотую медаль все надо бросить спорт но время пришло возраст не знаю как и потом вам надо заняться чем-то другим и вы отказываетесь да то есть ну хорошо если вы начинаете работать тренером в этой сфере а если вы вообще и потом не востребованы и вот вам надо потом заниматься чем-то другим и как правило это люди потом уже не ухо не смотрят за свое тело не наблюдают не следят за собой за своим здоровьем как-то вот полнеют ну уже как-то вот меняется да как-то вот руки потом опускается его другой другая жизнь становится вот здесь вот что-то такое то есть здесь как будто бы появился дьявол может кто-то пить начал да здесь тоже как вариант такое может быть либо вот-то знаете ушел в загул да и вот если мы предположим что вы действительно там семью потеряли либо что-то такое очень важное ценное то здесь вот можно сказать что человек спился и потерял абсолютно все свои навыки то есть вы ушли во что-то такое ну темное да то есть ваши вибрации снизились и вы не получили тот опыт который вам необходим был в работе так это было прошлое ваше я соберу чтобы у меня были арканы но знаете очень много великих арканов вы было и видимо это воплощение оно было ну ну то что не случайно мы это понятно но каким-то видимо значимым если именно его мы считали и выпали вверх и великие арканы так и мы перейдем сейчас к нашему воплощению ну да по ходу вторая позиция уже не будет ладно так характеристика вас сейчас нынешнего вашего воплощения пару карт посмотрим я здесь отмечаю вопрос то что их много чтоб я не запуталась ваше нынешнее воплощение характеристика вас но здесь вы человек который как минимум стремится балансу человек который стремится помогать людям допускание напрямую но как-то вот косвенно об этом стараетесь не не говорить да либо здесь по характеру человек который прошел знаете вот вам в определенном этапе своей жизни вот более ранее да прошли какую-то нищету это может быть как духовная такая финансовая какие-то трудности кризисы прошли и вот сейчас в момент когда я вас смотрю да мы словили вас здесь как будто бы вы стали уже другим человеком вы приобрели какие-то понятия и знания которые повлияли на вас сейчас то есть вы сейчас стали другим человеком вы можете проанализировать если бы это были ранее какой-то возраст да то ну например до 30 к примеру человеку нравилось там я не знаю шумные компании веселье адреналин а вот сейчас уже какие-то вот другие ценности прошли да то есть уже понимаете что что-то другое важнее вашей жизни еще что вы за человек а вот здесь как раз таки аркан силы появился помните в прошлом воплощение мы это качество нарабатывали а здесь она у вас уже есть да ты человек такой позитивный человек дающий еще раз скажу человек дающий дающие за забили потому что у вас это много будет у этой эмоции будет а это знание будет а это поддержка неважно вам важно отдавать а так еще и что вот в прошлом воплощение в эту силу нарабатывали об этом воплощении вы ее отдаете и вот смотрите выпадает семерка педагли там вам нужно было научиться терпению до выдержки какой-то и работоспособности а вот здесь терпение у вас выходит как раз к поводу семерки педагли как человек который ждет на то есть там возможно вы были таким достаточно активным человеком который бежал вперед паровоза а вот в этом воплощении вы как будто бы учитесь ждать то есть если вашей жизни происходят такие моменты когда вам вы вынуждены ждать да я не знаю элементарно заказали какую-то посылку на на сайте и вам хочется ее получить быстрее а вот вас задерживают либо там таможню надо пройти либо еще что-то и вот вы ждете 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 вас возникает это раздражение да вот как будто бы вас обучают ждать если например решение каких-то экзаменов может быть сдали до анализы другому человеку выходит в течение одного-два дня то вам надо ждать больше если другим например визу ждешь там неделю 10 дней вам приходится ждать неделю то есть месяц то есть вот ощущение того что вас все время вы как будто бы ждете еще кто вы по качеству человек который стремится в будущее во первых позитивный я уже сказала такой теплый человек близко к себе вы все равно не подпускаете на все равно есть какое-то вот я выбираю да есть какая-то избирательность кем я буду общаться и кому я буду давать что я буду давать вы не тот человек который будет вот всем на правом делиться нет вы выбираете но по тройке жезлов вы достаточно позитивный человек который идет в будущее человек который умеет принимать решения если это необходимо если необходимо то надо принять быстро если вы быстро не приняли то все вы будете тормозить вот но вы увидите горизонты вы видите перспективы вы идете в будущее вас по крайней мере пока она манит да пока пока она она вам нравится так это ваша характеристика сейчас ваша работа в текущем моменте времени вот она ответственность вот она ответственность то что вам надо было нарабатывать в прошлом воплощении на вот она десятка жезлов и выпало тяжело сейчас на работе как-то тяжело с чем связано на здесь какой-то вот груз и гнет опять-таки тоже оттуда идет из прошлого воплощения а здесь тяжело вам знаете почему здесь нужно учиться принимать выбор либо вы сейчас находитесь на каком-то этапе где вам нужно сделать совершить какой-то выбор определиться с чем это связано но это связано с тем что пока у вас как будто бы нету у вас нету понимание по четверке кубков это когда у меня нету ресурсов но ресурсов у нас нет когда мы их сливаем на что-то да ну то есть осознанно потому что я не не принимаю решения и вот здесь вот скорее всего вы как будто бы с одной стороны вы научились быть ответственным человеком и это как раз таки ответственность является для вас проблематичной потому что в принятии решения вы может быть даже гипер ответственны то есть вы понимаете что чтобы мне принять какое-то решение что-то сделать шагнуть вперед да это будет нести какие-то последствия в эти последствия видите нам то есть там надо будет принимать вести возможно за собой да что-то менять и вы это осознаете и вот этот вот опыт о вашей ответственности он вас как будто бы ну то есть я не хочу уже тогда есть какая-то вот усталость и нежелание в это идти и вот четверка кубков говорит о том что сейчас вы находитесь в каком-то не ресурсе ну эмоционально может быть его выгорание да не готов не хочу устал не понимаю зачем мне это все нужно но вот такое какое-то состояние если какая-то связующая нить вашей деятельности между прошлым воплощением и нынешним то есть если что-то что связывает вот выпадает тот аркан который аркан суда который выпал в начале расклада когда мы смотрели на прошлое воплощение вот суд как раз таки и является вашим связующим звеном память начнем с того что первое это память второе это некое перерождение ощущение того что вот вы в прошлом воплощении как-то не переродились помнить вот что-то пошло не так и вы чувство что по пути шли правильно а потом как-то слились так вот это связано и сейчас может быть вы дошли до того момента когда вот этот вот кульминационный момент того воплощения он как будто бы повторяется и вот сейчас возможно вы и ощущаете вот эту энергию что сливаетесь так же как слились тогда а то есть а есть уже некая такая двоякость то есть а может быть это бросить и уйти и она его буду жить так как все то есть отказаться от какой-то своей цели а там у вас была цель либо все-таки идти и двигаться вперед то есть вот сейчас ощущение того что некий цикл вашей жизни большой цикл да это не год и не два это может быть я не знаю там десятилетия да либо там восемь лет ну вот большие какие-то циклы ваши может быть даже не по годам а по формату завершился и вы сейчас стоите вот и вы это ощущаете на линии на грани того что я приму то есть то здесь даже скорее всего даже не столько про профессию имеется ввиду а ощущение вообще развития этапа вашей жизни что когда вот вы находитесь на каком-то кульминационном таком этапе от которого вы интуитивно внутри себя понимаете что зависит как минимум последующий этап 10 лет ну к примеру да вы стоите стоите на выборе создания семьи если вы к примеру мужчина да и вы понимаете что я буду нести ответственность за свою жену за будущих детей которые у меня будут до либо вот хотите выйти там не знаю второй раз замуж жениться на то есть вы понимаете ответственность потому что есть уже вот это вот зрелость внутри вас плюс ко всему вот прошлое воплощение она как-то влияет на это тем что как напоминание и вот а память она есть внутри вы может быть это не осознаете но память то есть и вот это вот влияет на то что какое решение вы сейчас принять примите еще какая связующая нить вашей деятельности да вот именно на деятельность посмотрим жестокость да вот жестокость пятерка мечей жестокость борьба какие-то может быть предательства но мне здесь ощущение борьбы идет вот именно воинственность она идет как-то из прошлых воплощений к примеру приведу пример да и то что мы рассматривали если вы действительно были каким-то военным человеком там полководцем не знаю кем то а вы привыкли отдавать прикрад приказы и привыкли что им всегда подчиняются так вот в этом воплощении если вы находитесь на какой-то работе и вам приходится отдавать приказы особенно если если вы лидер это хорошо там директор или еще кто-то если вы подчиненный то вы вам сложно будет принимать выполнять эти приказы потому что ваше прошлое воплощение показывает напоминает вам на том что ты отдавал а сейчас как как принимать то сидит какая-то внутренняя борьба сопротивление вот ваша внутренняя борьба это не принять себя чего-то да какая-то вот жестокость критика какие-то болезненные конфликтные ситуации это все идет из прошлого то что мы говорили возможно здесь как-то конфликтуете но конфликт может быть не только внешне но и внутренне внутри вас вот сейчас видимо что-то такое еще и вот она восьмерка мечей такое ощущение что вот прям прошлой карты вытаскивал хотя пол колоды оставалось то есть тупик вот сейчас здесь вы кому отзывается вот расклада то есть вы видите интуитивно скорее всего чувствуете что что-то здесь есть вот прям про меня если вы не помните своих прошлых воплощение дали бы то о котором я говорю но интуитивно понимаете что есть какой-то внутренний отклик так вот то что вас связывает это то что периодически вы входите в какой-то ступор здесь восьмерка мечей она говорит о том что щит ой правду говорю благодарю а говорит о том что периодически у ты упираетесь в какую-то стенку и вот это вот стена в которой вы убираетесь это знаете давайте так скажем это то что в прошлом воплощении вы не не закончили и вот вы как будто бы шли 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 вы в этом воплощении и упираетесь в ту стену до того этапа который вы шли в прошлом то есть та же самая стена и от вас зависит ли вы вы опять сольетесь и в следующем воплощении продолжить опять тот же самый путь до какого-то либо все-таки сможете расширить свое сознание потому что восьмерка мечей это мечей это про сознание это когда вы не решаетесь идти в новое когда очень много убеждений очень много мыслей прошлого которые вас формировали не дают вам двигаться дальше то есть вам сложно есть очень много табу очень много запретов ваших личных формате каких-то убеждений на и это вот связующие ну и опять попадает десятка кубков то есть вот тематика знаете как-то семейная либо тематика наполнения эмоционального на очень сильно это вы оттуда переняли то есть если нету семьи это как-то тоже влияет вот именно с того воплощения либо ваше влияние эмоциональное в это воплощение но связано с тем что в прошлом вы были не эмоциональным человеком и сейчас вам нужно познать эту эмоциональность и вот здесь вот идет вот этот вот конфликт то ли я выбираю работу по душе то ли я выбираю работу в которой я должен выживать да то есть она даст мне хлеб как говорится вот здесь и вы опять-таки упираетесь в эту не в этот момент да что выбрать что важнее поэтому суд про это говорит то есть что как будто бы важнее важнее создавать создание семьи и отказ например ну вот если коллеги-торологи смотрят меня дату когда достигаешь до определенного уровня даже не только второго а вот все что связано с магией то ты находишься так или иначе на этапе либо ты идешь осознанно в то дело которое ты любишь и ты понимаешь что она будет у тебя забирать очень много времени и тебе не будет хватать на семью и тебе приходится либо выбирать либо отказываться это была одна из причин почему вообще у магов нету семьи потому что это во-первых было их уязвимым местом а в данном случае у нас в раскладе очень что-то такое веет да что когда есть уязвимое место семья почему уязвимая потому что человек который действительно любит свою семью и если там что-то понадобится ну допустим к примеру да вас взяли в заложники в кавычках да и говорят либо ты отдаешь свое дело я либо мы твою семью убираем и конечно же человек который уязвимый любит свою семью выбирать семью и откажется от дела насколько бы он его не любил так вот здесь очень сложно от этого отказаться я не говорю чтобы в данном моменте я вам пример привожу чтобы вы понимали в чем уязвимость и сложность но для вас связующие здесь значит мы говорим жесткие энергии до касательно нашего мышления и видение жизни и то что связано с эмоциями это эмоции семьи либо это эмоции наполнения ваше эмоциональное наполнение здесь вот это вот два два момента проходите сомневаетесь ли вы в выборе вашей профессии сейчас вот этот интересный момент давайте мы посмотрим то что вы выбрали сомневаетесь нет нет здесь нет сомнений в той профессии в которой вы выбрали потому что выпадает императрица выпадает аркана мир аркан мира и между ними двойка кубков то есть это дело которое вы выбрали для себя это дело которое вы любите это то дело которое во первых вам действительно поможет расширить ваше сознание если вы так захотите если вы увидите в этом необходимость это то дело которое поможет вам с гармонизироваться внутри вас потому что десятка кубков она все-таки для вас важна эмоциональное наполнение да и вот аркан мир здесь как-то двояко с одной стороны здесь как будто вы знаете от вас зависит от того как вы смотрите на эту ситуацию если вы смотрите то аркан мир может дать вам расширение сознания может дать вам новое видение может расширить ваши границы как внутреннее сознание так и внешне во внешнем мире он может дать вам движение вперед нечто новое а с другой стороны аркан императрицы он тоже дает нам расширение еще и статус плюс ко всему и финансовое благополучие но аркан мира перевернуты он может дать как раз таки то что человек прыгает с одного места на другое то что я говорила в прошлом нашем раскладе по профессии когда вы не можете определиться это когда человек прыгает ему все интересного никогда не завершает ничего и вот с такой точки зрения да вы можете считать что я не нашел свое дело но то чем вы занимаетесь это однозначно ваше по крайней мере вот так смотреть по раскладу помните да это все таки общий расклад если считаете что блин это точно мое я сомневаюсь нет здесь сомнений нет здесь у вас и внутренне не должно быть сомнений вы понимаете по крайней мере чувствуете ощущаете что где-то интуитивно будет это ваше так следующий вопрос какие качества навыки умения способности вы перенесли из прошлой жизни в эту давайте по порядку сначала качество какие качества вы перенесли аркан умеренности да вот это вот спокойствие то что мы видели то что умение ждать понимание у вас пришло понимание золотой середины да что нужно быть в неком таком балансе да и желательно чтобы быть в равновесии то есть верно наверняка в прошлое знаете как будто пришло осознание что все должно быть в неком таком балансе потому что иначе вас будет мотать вот прямо из крайности в крайности и наверняка до определенного момента вы и в этой жизни ощущали что у вас вот прям кидала из крайности в крайности эти качели они у вас присутствовали а вот сейчас видимо у вас пришло это понимание что вот все-таки разбег должен быть умеренной какие качества качество здесь также могут проходить в профессиях связанных с целительством вот по умеренности у нас кстати может проходить целительство иглоукалывание как профессия мануальная какая-то терапия лечением если мы говорим про качество понимание того что процессы идут хоть они идут и медленно но процессы идут вы их можете не замечать но процессы идут ну и верховная жрица какие качества опять таки умение держать язык за зубами умение учиться и обучаться вот кстати верховная жрица у нас тоже говорит про баланс про спокойствие про тишину это глупо сразу и стихло энергии у нее такие если мы говорим про качество да то вот именно все что связано с психологией с пониманием именно из состояния души если на знания здесь тоже могут быть и сновидение все эзотерические науки у нас проходит по верховной жрицы качество до терпения качество понимание именно любви доброты вот знаете единение себя с миром какие-то вот материнские такие качества но материнские не в контексте своего собственного ребенка именно материнство по отношению к миру к людям к природе такая вот некая забота так качество навыки теперь какие-то навыки да навыки навык обучаться очень быстро обучаетесь очень быстро входите в суть дела наблюдательные понимаете что нужно как нужно то есть знаете вы тот человек в обучении которым не нужно ничего рассказывать у вас очень хорошо вы внимательный человек и вы можете наблюдать и замечать все детали которые может быть не замечают другие люди вот и это вам помогает обучаться то есть вам достаточно быть рядом с мастером вы будете перенимать не потому что вам мастер будет рассказывать как и что делать а потому что вы сами вы подмечаете какие-то вещи да вы интересуетесь вы наблюдаете и вы очень быстро обучаетесь вы всегда на все знаете вот готовы да к любому кипишу к любому развитию к любому обучению здесь у вас это есть еще какое умение ну вот и тройка педаклей да конечно сообща то есть если есть необходимость да то вы сообща можете что-то выстраивать можете идти в новое то есть вы любите строить что-то новое не только физически но и ментально что-то выстраивать вот перенимать какой-то опыт от другого человека то есть вы как человек который и ментально можете перенимать знания так и физически да то есть вы можете работать физически кстати там у нас кузнец был да все такое ну вот выпадает триофант умение умение передавать информацию умение взаимодействия с другими людьми умение проходить самостоятельно опыт и об этом рассказывать другим людям умение перенимать традиции вот знаете здесь даже изучение иностранных языков вам тоже возможно дается очень легко пускай даже я не говорю про акцент но как-то вот вы адаптируетесь очень быстро так а какие способности какие способности вот опять выпадает так не мешаю да это то что послужило причиной вашего перевоплощения рыцарь кубков какие умения а нет способности способности психические способности вот все что связано с состоянием вашей души то есть это может быть как образное мышление воображение это может быть любые видоизмененные состояния души но скорее всего это больше вот разговор с другими людьми по душам да то есть вы можете вызывать доверие другого человека располагать к себе этого человека беседовать вам могут доверяться могут открываться люди так еще какая способность ну вот опять император вы умеете договариваться с людьми вы умеете вот эти так мотивировать другого человека причем собственным опытом примером то есть здесь император знаете это не тот человек который будет объяснять что-то рассказывать он возьмет это сделает но то как он потом посмотрит на другого человека на своего подчиненного то другому не надо уже ничего говорить он сразу бежит там берет лопату и копает потому что вот хозяин копает а что-то как это здесь как-то не то да мне некомфортно то есть он своим собственным примером если нужно ему не зазорно засучить церкова и самостоятельно сделать работу но за это потом конечно прилетит нагонять другому человеку подчиненному в данном случае поэтому способность принимать решения способность нести ответственность за эти решения способность выстраивать какие-то границы имейте ввиду на работе мы рассматриваем профессиональную сферу в личной жизни может быть у вас такого нет но вот в профессиональной по крайней мере у вас есть это понимание способность знаете в постоянстве в некой такой струс структуре организационных каких-то навыков умениях мыслить масштабно да вот планировать как-то вот улавливать все вещи как-то вот сразу разом и плюс ко всему соединять те моменты которые на первый взгляд ну соединить не невозможно у вас это все есть то есть вот исходя из этих качеств вы уже сразу можете для себя определить свои профессии ну давайте еще одну способность вытащим четверка жезлов способность создавать людям праздник да поддерживайте как-то причем поддерживать вы можете как своим примером так словом даже молчанием ваше присутствие оно всегда будет влиять на других людей когда вы заходите просто просто потому что вы есть в этом пространстве вы свои как-то вот энергии своей аурой да будете влиять на других людей вот уметь создавать праздник уметь создавать комфорт уметь создавать уют отдых для других людей это может быть как и профессия так и вообще то что вот в вашем пространстве люди расслабляются это очень важно потому что вот напряжение уходит и они как-то вот вспоминают себя что ли начинают верить в себя больше рядом с вами да то есть вы их мотивируете еще раз скажу своим собственным примером да не не говоря вот так сделай так сделай нет а просто вы есть им люди на вас равняются ориентируются им от этого приятно и они это сами хотят да то есть они тянутся к вам так дальше какие качества нужно усовершенствовать да либо способности какие нужно усовершенствовать так движения вам не хватает паш жезлов знаете вот какой-то легкости больше подвижности больше может быть риска авантюризма желание двигаться вперед не бояться двигаться вперед потому что здесь страх есть у вас присутствует еще желание получить знаете просто усовершенствовать усовершенствовать ваше взаимодействие с деньгами вот здесь вот вам нужно как-то обратить все равно на деньги внимание потому что окей знание все это есть вопрос финансов причем опять великий аркан выпадает а вопрос финансов здесь как-то вот не очень вот финансовый аспект вам нужно улучшить именно то как вы знаете взаимодействуете с деньгами королева педакли это хозяйка любую любое дело которое ты даешь королеве педакли она всегда его преувеличит она никогда не развалит это дело она наоборот его будет именно вшить расширять не высоту не про духовность а именно расширять да то есть рождение там филиалов дочерних каких-то компаний вот здесь вот как раз таки вот это вот качество заботы заботиться о деньгах да либо выражать заботу через деньги либо умение вот расширяться желание да чтобы было желание тратить на себя качество знаете еще какого заботу к себе да к своему телу к отдыху более активные королева педакли ей свойственные вот всевозможные полнота просто потому что не хватает действия образ жизни сидячий вот здесь вот ощущение того что вот вам нужно больше подвижности более подвижный образ жизни может быть хобби какой-то внести так это нужно усовершенствовать а что какие способности приобрести так приобрести приобрести двойка мечей здесь знаете как будто бы внутреннее примирение меньше сомневаться вот меньше сомневаться лучше сделать и как говорится и пожалеть чем сомневаться здесь нужно приобрести внутреннее спокойствие вот только сказала и двойка педакли выпало то есть какой-то вот баланс умение держать баланс потому что вас всегда качает туда-сюда помните я говорила про умеренность что вроде бы вы понимаете что вот вам нужна эта золотая середина но все равно видимо нужно приобрести эти качества может быть в чем-то вы понимаете а в чем-то в каких-то моментах вы это не осознаете что нужно нужно суету брать да вот это вот это это и останавливает вас от действий то есть вы так и работаете когда у вас придумываете себе лишние дела вместо того чтобы пойти и заняться тем делом которое нужно а вы это не делаете потому что вы боитесь и вот этот вот страх вы создаете бурную деятельность для чего для того чтобы ну сказать вот я же что-то делаю но это вот просто маска чтобы не заняться действительно настоящей важно по-настоящему важным делом для вас да это какое-то вот прикрытие такое какие еще нужно приобрести пятерка кубков умение умение двигаться да опять таки скажу умение двигаться дальше но уже по-взрослому да то есть понимание что все проходит уметь оставлять какие-то вещи позади здесь видимо есть некая какая-то зацикленность да то есть держитесь за что-то держитесь пятерка говорит о том что нужно понимать что все проходит и это тоже пройдет и что здесь может быть умение просить о помощи при необходимости то есть вот здесь вот этого тоже вам сложно попросить кого-то о чем-то что еще семерку кубков знаете мечтать мечтать не фантазировать а именно мечтать и включать вот свое будущее ощущение того что вы настолько логичны что вот просто помечтать чтобы как-то знаете мечтания не для того чтобы уйти в эту иллюзию а мечтания для того чтобы захотеть этого будущего потому что здесь как-то вот вы у меня очень сильно заземлились и очень сильно реалистично стали какие-то сухие и вот исходя из вашего прошлого вот как будто бы не хватает вот это видение да позитивное видение а либо знаете не хватает навыка моделирования будущего то есть увидеть представить а потом к этому будущему идти совершать действия не просто еще раз скажу внимание мечтаю чтобы фантазирую чтобы убежать а моделирую свое будущее то есть мое будущее будет вот такой вот такой вот такой я это увидел в голове к деталям и я к этому иду я совершаю какие-то действия а не просто сижу мечтаю о хорошо чтобы миллионы свалились вы прям что я буду делать все окей классная мечта встала потом ничего не делал вот нет здесь не про это так предпоследний вопрос удается ли вам монетизировать ваши идеи давайте вот мы посмотрим какие классные вопросы сегодня удается ли вам монетизировать ваши идеи уходите нет не удается уходите уходите от то чтобы получить это все по справедливости и идете в зависание два великих аркан не удается вам где-то вы ощущаете себя либо жертвой обстоятельств либо неуверенность либо не хотите лишать себя чего-то чтобы получить что-то другое не понимаете не знаете как это допустим у вас есть какая-то мечта и вы понимаете что для того чтобы что-то сделать как-то эту идею надо я не знаю научиться еще чему-то и вы это не хотите вам это не нравится вы не хотите в это вкладываться здесь такие моменты то есть допустим не хотите лишиться своего комфорта не хотите лишиться своего какого-то вот привычного режима дня так как вы привыкли то есть головой то вы это понимаете но внутри есть какое-то сопротивление помните да борьба это то качество которое вы перенесли из прошлых воплощений у вас эта борьба постоянно встает внутренняя борьба и она включает вас вот эту суету на которую мы говорили что вот я думаю надо не надо вот эти вот метания все такое на это слили энергию потом силы не хватает и я не могу реализовать свою то есть я чувствую себя уставшим а потому что мне не потому что мне не нравится это состояние то что я уставший лучше я это дело уберу но я не буду им заниматься да то есть вы от него отказываетесь вы очень быстро и легко отказываетесь от своих идей еще удается ли вам монетизировать нет вам не хватает последовательности вы уходите понимаете когда то что вы хотите это достаточно долгосрочный такой путь это вот не то что через месяц я это могу реализовать например если вы хотите клиента вы понимаете что нужно время для этого и постоянные какие-то действия а вот действия которые нужно совершать они нудные у них нет удовольствия и вы от этого поэтому отказываете потому что для вас удовольствие оно важно десятка кубов то что мы говорили в самом начале эмоциональный план он для вас важен если вы не получаете от этого удовольствие это ваш имейте ввиду это главный ваш урок если вы от чего-то не получаете удовольствие вы от этого легко отказываетесь а здесь в постоянстве по рыцарю педаклей постоянно какая-то рутинная однотипная нудная работа вот она вам она не нравится и вам легче от этого отказаться и возможно в монетизации такие моменты у вас присутствуют поэтому вы не не делаете этого вот причина да ну причин может быть много но вот мы вот эту рассмотрели и последний вопрос выполнили ли вы необходимые профессиональные задачи в этом воплощении до того момента где вот мы сейчас рассмотрим до этого момента выполнили ли вы свои задачи профессиональные ну смотрите тройка кубков до десятки еще топать и топать я могу сказать что вы в начале вы в начале да вы в начале вы к этому стремитесь потому что выпадает колесничий аркан колесница который говорит о том что вы поставили себе цель вы к ней идете вы находитесь на начальном этапе . то есть на троечке еще да вы даже до середины еще не дошли своего пути но вы знаете стремитесь к этому у вас есть желание совершить какой-то прорыв в чем нужно совершить прорыв в своих страхах вас останавливает только девятка мечей вас останавливают ваши страхи может быть где-то чувство вины что ну например да уделяете больше времени работе а не семье как мы говорили как вариант либо еще какая-то какие-то страхи могут быть переживания волнения сомнения я бы не сказала здесь вот что-то такое вот глубокое внутри вас эмоциональное состояние вот в этом нужно совершить прорыв хорошо что еще необходимо для выполнения да ну вот и опять выпадает луна да то есть более глубокие какие-то страхи и очень важно понимание оттуда того к чему вы идете да то есть держать свою цель на горизонте да вот как как этот цель для стрелы да для того чтобы вот четко понимать на что я ориентирована потому что луна она все-таки создает какую-то такую туманность мутность непонятность когда мы уже и забываем вообще зачем я иду а надо ли мне да то есть вот эти вот сомнения и это у вас появляется как-то знаете циклично вы идете 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 вдруг сталкиваетесь с тем что луна луна как знаете как некая такая проверка действительно ли это тебе надо и вы забываетесь а зачем я вообще сюда пришел узнать как сталкиваетесь какими-то трудностями в данном случае страхами которые вас останавливают и вам в этот момент это как проверка вам нужно понять что вам нужно двигаться дальше а вы хоп и споткнулись на этой проверке не проверка вас остановила а остановила то что вы забыли для чего вы занимаетесь тем чем вы занимаетесь что вам это даст либо это периодически возникает для того чтобы вы все время для себя переосознавали вы же меняетесь то есть тогда надо было например потому что ну я хотела реализоваться а потом какое-то время пришло столкнулись со страхом он вас остановил для чего для того чтобы задумались а действительно ты сейчас хочешь этого либо ты что-то другого хочешь на этой цели но мотив другой такой момент тоже может быть да вы боитесь какой-то степени вы боитесь что знаете вот это ваше убеждение это ваш страх что когда вы достигнете девятки пендакли когда вы достигнете финансовой стабильности которой вы идете по сути а в это воплощение надо поработать кстати с финансами потому что всем остальным вроде бы нормально а с финансами у вас не очень хорошо так вот у вас есть большой большой страх что когда вы добьетесь финансовой стабильности вы останетесь одинокими то есть на этом пути вы как будто бы растеряете там и семью и все такое и вот помните с чем вы пришли в это воплощение да с рубежом с чем вы столкнулись видимо там такое нечто аналогичное было и поэтому вот это вот какой-то полуне какой-то глубокий непонятный неопределенный страх который есть но вот как фобия я не понимаю почему и вот здесь как будто бы ваша фобия это не просто страх а вот именно фобия фобия того что вот когда я достигну какого-то финансового уровня достаточно хорошего как будто вы боитесь этих больших денег что из-за этого вы можете лишиться чего-то потому что здесь девятка педакли все-таки арка когда человек зациклится на себе что вот он одинокий девятка педакли она одинока да у нее есть опыт у нее есть знания у нее есть финансы возможно люди которые ее окружают такие финансово хорошо стоящие на ногах но нету эмоций нету любви нету вот этого наполнения есть такое ощущение что вот вы как будто бы вы боитесь что вы станете сухарем да будет деньги вы будете чахнут над этим из злата вот но при этом вы потеряете что-то вот очень важное и ценное для вас поработайте с этим убеждением да здесь должно произойти по тузу жезлов перерождение да в рыцаря кубков человека который знаете вот именно познает мир через чувства через эмоции через любовь да чтобы прийти королеве кубков вот то что я и рассказала в чем ваш страх то есть вам не нужно бояться что деньги как-то повлияет на вашу любовь вот здесь вот отношения и финансы а финансы мы получаем в данном случае вы видите только вот именно от вашего дела да не не через кого-то вот именно ваше дело и вы боитесь как будто бы вот что что не будет любви да а здесь по ходу любовь по королеве кубков и по рыцарь по жу кубков принцессе кубков вам важно то есть вам в этой жизни нужно стать любящим человеком королева кубков любящая любовь для вас она важна и вот здесь вот скорее всего поэтому у вас и идет вот эта вот борьба то что мы говорили в самом начале пятерка мечей и десятка кубков у вас идет борьба между любовью и финансами что выиграет да и здесь нужно понять что можно совмещать и то и другое то есть мы ставим союз не или как привыкли всегда люди а союз и соединяющий не разделяющий союз или а соединяющий союз и и любовь и деньги и если кто-то из вас скажет что такое невозможно ну вот оно ваше убеждение попробуйте сделать это возможным и пускай вы будете на этом я и закончу единственным человеком как минимум который добился и денег и любви я вам это искренне искренне желаю вот такой вот расклад нет на второй на вторую позицию я точно не потяну сделать точно такое же да на втором варианте поэтому остановимся на первом если вам интересно приходите на индивидуальную консультацию там целый час все для вас любимого для вас любимое буду рассматривать а я хочу вам пожелать значит расклад в пятницу хочу пожелать вам прекрасных выходных есть над чем подумать либо вообще не думайте а просто наслажайте жизнью потому что это самое главное самый главный урок это наслаждаться наслаждаться в мелочах а все остальное это просто дополнение чтобы разукрасить вашу жизнь чтобы она не была скучной желаю вам всем счастья и наверное больше ничего потому что когда человек счастливый подразумевается что у него есть здоровье потому что когда ты больной ты не можешь быть счастливым вот когда ты одинок ты тоже не можешь быть счастливым а одиночество и уединение это разные вещи поэтому вы можете уединяться и быть счастливыми но одинокими и счастливыми как-то нет поэтому остановлюсь на счастье желаю вам счастья и теплых приятных домашних уютных семейных выходных прощаюсь пока пока